Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про то, чем отличается мобильное приложение от сайта или мобильного сайта. Но они не отличаются, это просто в принципе разные вещи. И сегодня мы снова вместе с Сергеем. Сергей, тебе слово. И сегодня мы сядем в машину времени и посмотрим, как это было в 2012 году. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно ставьте колокольчик. Поехали! Поехали! Здесь на самом деле очень много интересной информации. И это действительно очень похоже на машину времени, потому что мы с вами сейчас оканемся совсем в другой мир. Мы с вами сейчас живем в других фактах, других цифрах, статистиках. Ну, вы сейчас все сами увидите. Давайте прямо по этой статье пойдем. Естественно, ссылка на эту статью будет под этим роликом в описании. Вы сможете тоже зайти и погрузиться в эту информацию. Ну, а теперь по фактам. Факты приводятся на этом сайте следующие. 43 миллиона россиян используют мобильный интернет. Что на тот момент это составляло 28%. Сейчас проникновение мобильного интернета в России больше 70%. То есть чуть-чуть картина поменялась. За последние два года смартфоны стали быстрее и умнее. Ну, они уже и фотографируют, и что только они не делают. На мой взгляд, на сегодняшний день можно сказать так. За последние два года смартфоны поработили мир. Да, и в принципе они даже заменяют компьютер, потому что, наверное, вы знаете, но даже такая программа очень консервативная, как 1С, уже и можно управлять с андроида полноценно, всем функционалом. На конец первого полугодия 2011 года в среднем пользователь имел 15 установленных приложений, из которых 6 использовал в течение последних 30 дней. Ну, вот это вообще очень интересная цифра, потому что, конечно, сейчас, я думаю, что даже те, кто сидят перед экранами, вы скажете, что у вас приложений больше, но мы возьмем среднюю цифру. Вот я, например, активный пользователь, у меня много разных приложений, только по соцсетям приложений больше 35 штук. Ну, то есть я пользуюсь мобильными приложениями. И у меня вот мы только что посчитали, у меня на телефоне, если кому-то будет интересно, пишите в личку, я вам скину скриншоты, у меня реально установлено вот сейчас 200 приложений. Причем ровно. Да, прям вот ровно. А у меня установлено 60 приложений, то есть я менее активный пользователь мобильным интернетом, мобильными приложениями, ну и если взять мой телефон, который постарше, то у него не хватает памяти просто для того, чтобы поставить больше. Ну, то есть в среднем, да, получается. Если брать 60, это минимум, а 200, это максимум, то получается в среднем 130 приложений. Ну, то есть эта цифра больше сколько-то? В 10 раз, практически. Да, то есть в принципе, то есть люди стали больше этим пользоваться, мобильные банки, мы с вами видим службы заказа билетов, авиа, поездов всяких разных. Ну, то есть куча разных служб, которыми мы сейчас пользуемся именно со смартфонов, именно из приложений. С 2009 года средняя стоимость смартфона в России снизилась на 33% и составила 331 доллар США. Ну, вот эта цифра меня, конечно, всегда убивала, и она всегда утрируется. Либо создается какая-то минимальная-минимальная, либо самая высокая цена, да, то есть, ну, не средняя какая-то, вот такая реальная средняя цена по больнице. Реально сейчас средняя цена нормального смартфона хорошим функционалом вокруг 10 тысяч рублей. Это примерно 150 долларов. Но если мы с вами говорим, что покупает большинство, если мы говорим с вами про Россию, то сейчас в МТС можно купить смартфон за 1000-1500 рублей. Это 15-20 долларов. Поэтому в среднем правильнее было бы говорить, что люди покупают смартфоны от 20 до 50 долларов, если мы говорим про всех, ну, про основную массу наших с вами клиентов. Ну, что ниже. Объем продаж смартфонов в 2011 году увеличился вдвое по сравнению с 2010 годом. Ну, вот у Сергея эти данные есть, наверное, ты лучше озвучишь, да? Какой сейчас объем рынка смартфонов в России? Ну, объем рынка смартфонов в России на первый квартал 2016 года составил чуть больше 5 миллионов штук. Да. Ну, вот я по миру могу сказать цифру, это официальные данные, вы просто можете забить в интернете, и там много статьи на эту тему, что на конец 15-го года уже было продано 12 миллиардов смартфонов, устройств по всему миру. То есть проникновение вот этого гаджета, ну, на самом деле, поражает. Ну, теперь самый горячий факт на 2012 год. Каждый день мобильным интернетом в России пользуются 32% владельцев смартфонов. Я просто не могу себе представить сегодня владельца смартфонов, у которого нет мобильного интернета. Ну, здесь, на самом деле, очень любопытно, потому что если мы с вами говорим про мобильный интернет, ну, как часто мы с вами пользуемся мобильным интернетом для выхода WhatsApp, Viber, месседжеры, соцсети, контакт. То есть, понимаете, мы сейчас, даже если мы говорим про такие простые вещи, да, то есть мобильные операторы потеряли в прибыли, об этом очень много говорили по итогам прошлого года, практически все такие большие корпорации, они потеряли, такие как МТС, Мегафон, Билайн, они потеряли свои прибыли, потому что люди начали пользоваться месседжерами очень активно. И это означает, что сейчас многие покупают смартфоны именно для этого, поэтому все пользуются мобильным интернетом сейчас каждый день. Да. И дальше тут предлагается, на этом сайте предлагается табличка, подробно вы ее сможете прочитать по ссылке в описании. Мы пройдемся коротко по фактам основным преимуществам мобильного сайта и мобильного приложения. То есть, еще хочу заметить, что сам по себе сайт, сам по себе рейтинг составлен человеком, который занимается адаптацией сайтов. То есть, на тот момент, в 2012 году, это была прям супер профессия, то есть, эти люди зарабатывали прям очень много денег, потому что тогда это было мега актуально. Ну и посмотрим, какие основные параметры предлагают нам для сравнения. Совместимость, мобильный сайт и мобильное приложение. По поводу мобильного сайта, здесь все очень просто, он совместим практически со всеми устройствами, но есть очень важный момент, который будет описан дальше. Мобильное приложение на 2012 год действительно требовалось разработки для каждой платформы отдельно, и это был очень трудоемкий и дорогостоящий процесс. Но на XAPI вы одним кликом можете создавать приложение сразу для двух платформ. Это iOS и Android, и для вас это не дополнительные затраты ни по времени, ни по денежному ресурсу. То есть, это очень просто. Охват аудитории. Все мобильные устройства, имеющие выход в интернет. Да. А в случае с мобильным приложением, это только смартфоны и планшетные компьютеры. Ну, если мы говорим, то сейчас пользователи больше покупают смартфоны, и сейчас смартфоны более популярны к покупке гаджетов, чем компьютеры, чем лэптопы, поэтому сейчас иметь мобильное приложение просто необходимость, потому что это иконка, которая постоянно рядом с вашим пользователем и мозолит ему глаза. Стоимость выхода на рынок. Здесь предлагается цена за мобильный сайт бесплатно, но на тот момент, я думаю, что все-таки это было небольшим преувеличением, потому что на 2012 год еще практически не существовало платформ, которые могли бесплатно дать вам мобильную версию сайта. В случае с мобильным приложением на 2012 год, лицензия разработчика размещения в App Store и Android. То есть, тоже, опять же повторюсь, в 2012 году это было довольно стоящее вложение. Ну, сейчас это более демократично, главное, легко. То есть, это делается в два клика у нас. Кстати, у нас есть плейлист, который будет размещен под этим роликом, и там подробное обучение как раз Сергей проводит, как регистрировать кабинеты, оплачивать их в App Store и в Play Market тоже. Открытость доступен для всех пользователей. А в случае с мобильным приложением доступен только для тех, кто согласился с условиями пользователя для подписчиков. То есть, что такое условие пользователя? Все видят эту портяночку, которая выскакивает, когда вы устанавливаете мобильное приложение. То есть, скажите честно, кто ее читал когда-нибудь полностью? Я согласен, что среди нашей аудитории есть небольшой процент людей, но он есть, может быть, два, может быть, полтора даже, кто действительно это читал. И год назад это было прям страшно-страшно. В 2012 году то, что требовало приложение, это было прям мега страшно, потому что там и доступ к личным данным, и доступ к вашим смс-сообщениям. Это было серьезно. Поэтому вот это было серьезным вопросом. Ну, в отличие от мобильного сайта, который, естественно, ничего не требовал. Мы с вами берем WhatsApp, как удобно. Он вам сразу показывает, у кого из ваших знакомых уже стоит WhatsApp. Разве это плохо, доступ к контактам? Или, например, есть приложение, которое, допустим, Google Maps, он определяет вашу геолокацию, и вы ищете, допустим, канцтовар рядом с вами. Вы можете набрать канцтовары или банкомат такого-то банка, и он вам выдает, где рядом с вами, то, что вы ищете. Это удобно, и сейчас это все понимают. Обычно все новые вещи воспринимаются в негативе сначала, а потом мы все ими пользуемся. Поэтому мы сейчас с вами живем в другой реальности, нам с вами в этом повезло. Да, спасибо за прогресс. Простота использования. Не требует скачивания и установки, что тоже такое достаточно натянутый. Требует просто запомнить сайт, вбить в поисковике. Ну, что, естественно, все делают. Не ошибиться. Да, найти нужный сайт, найти под нужным названием. Вообще, сохранить ссылку на смартфоне. То есть я очень часто знаю людей, которые так делают. Кстати, это здесь отдельным пунктом вынесено. Вот. Дальше. Конкуренция. Конкуренция среди сайтов для вывода в топ используется в SEO. Конкуренция в Android App Store, Market, Ovestor, требует ресурсы для вывода приложения в топ. То есть тогда это была платная тема. То есть тогда это просто проплачивали каким-то макаром. Не знаю, как это делается. Возможно, существовали какие-то компании, которые делали много лайков, делали там много комментов, и это приложение ваше выводило в топ. Сейчас это почти не требуется, потому что если вы просто даете своей аудитории скачивать приложение, то у вас оно автоматически растет в топе. И даже взять любого рядового предпринимателя, даже турагентства, если он просто будет давать приложение скачивать всем, кто заходит к ним, просто посмотреть варианты, то это очень быстро поднимет в топе. Да, если мы с вами говорим про продвижение сайта, сейчас во всех абсолютно нишах, во всех городах интернет перенасыщен. То есть сейчас все говорят, что площадки будут меняться. Кто-то ушел в группы в интернете, кто-то ушел в какие-то соцсети, кто-то ушел в мобильные приложения. Но сам интернет, Google, Яндекс, система перегружена. То есть уже некуда делать новый сайт, поэтому сейчас к большим вопросам. Возможность оффлайн-использования. Не все телефоны поддерживают. Мне вот очень интересно стало, да. Оффлайн-использование мобильного сайта. Какие телефоны это поддерживают? А в случае с мобильным приложением мы просто имеем ответ «да». Ну да. Ну есть, да, есть. Иконка на экране. Да, в скобках, по сути, закладка, открывающая окно браузера. Оно как бы... Я всегда готовилась к этому ролику. Там, Сергей, папаша, я закладки в браузере даже не делаю. Сергей, говорят, что на компьютере это достаточно популярная вещь. Я не знаю. Кстати, кто делал хотя бы раз в жизни закладку на мобильном... Да, на смартфоне. Пожалуйста, отпишитесь в комментариях. То есть, чтобы вот эта вот была иконочка, как вот знаете, как ярлык на экране вашего ПК. Да, то есть обязательно отпишитесь. И, пожалуйста, скриншот. Мне прямо... Потому что я ни одного человека еще не знаю, кто бы так делал. Ну, в случае с приложением, естественно, да. Иконка на главном экране. Это тот козырь, который просто размазывает любой мобильный сайт или там группу. Кстати, о группах мы поговорим отдельно. Да. Поддержка обновлений и багфиксинг. В случае с мобильным сайтом это, естественно, легко, потому что он размещается на одной платформе. И какое-нибудь изменение на платформе приводит к изменениям у всех пользователей, потому что они ничего себе не скачивали. В случае с мобильным приложением в 2012 году это был сложный процесс, потому что обновление. Нужно было его качественно поставить, настроить. Плюс это проходило длительный процесс одобрения в App Store и Google Play. Сейчас, на самом деле, это все очень быстро проходит. Во-первых, единственное, вам нужно обратить внимание, потому что есть платформы, есть компании, которые не заявляют изначально для вас какую-то квоту ежемесячно, которую вы платите за абонентскую плату. Это очень опасно, потому что тогда за каждое обновление они с вас будут снимать такую хорошую комиссию. Если же это компания, которая использует абонентскую плату, такую, как, например, X-App, то чаще всего это включено в договор, и это очень приемлемые деньги. Хотя, ну, такие системы, как Apple и Google Market, Google Play, Android, эти системы обновляются по 2-3 раза в месяц. Но если это система, скажем так, платформа, как в нашем случае, то обновления под эти изменения, они входят в абонентскую плату. Это очень удобно, и это, на самом деле, не так страшно, как здесь это расписано. Следующий пункт – поддержка графики. Сайт мобильный плохо поддерживает тяжелые изображения. Ну, все понятно, то есть, если у вас плохой интернет, то он, простите, будет очень долго грузиться и медленно работать, и это очень жутко раздражает в сегодняшнем темпе жизни. В случае с мобильным приложением, ну, просто да. Ну, потому что да. Мобильное приложение поддерживает любой уровень сложности графики. То есть, если вы работаете так или иначе с какой-то красотой, там, это салон красоты, или, да, по сути, не важно, что, или это еда, или это дизайнерская одежда, не важно, какая-то вот красота. Или не обязательно, это может быть просто автосалон, и вы, ну, какие-то не супер красивые фотки, но тоже в своей области. Вы можете разместить изображение, которое наглядно показывает вашу услугу, сервис, ваш продукт, и вы можете его презентовать совсем по-другому, вкусно. И вы будете рядом с вашим клиентом, рассылая пуш-уведомления, разные такие вот сервисы. Ну, то есть, действительно, мобильное приложение, это действительно очень удобный инструмент сейчас. Срок жизни. Неограничен в случае с мобильным сайтом. Ну, как мне кажется, чек закрывает, и все, и фактически он умер. Ну, сайт-то живет, ну, не в его телефоне, но он же живет. Да, не в телефоне, но у клиентов, но он живет, да, отлично. Да, где-то на бескрайних просторах интернета. Итак, в случае с мобильным приложением, очень интересная, кстати, история, на 2012 год в среднем большинство бесплатных приложений живут до 30 дней. Ну, потому что просто рынок тогда был совершенно не развит в этом сфере, только он находился на старте. После чего интерес к ним пропадает? Вот под большим вопросом. Вот эти 200 приложений, я недавно чистила, это те приложения, только те приложения, которыми я пользуюсь практически ежедневно, но еженедельно. То есть, я удалила все приложения, которыми я не пущу, еще было там порядка 30-40 дней. Абсолютно с тобой согласен. К тому же, здесь написано, во-первых, есть исключения, во-вторых, ну, это был 2012 год, а мы с тобой живем в 2016. Поэтому сейчас цифры резко изменились, сейчас появилось много гаджетов, то есть, много приложений, которые вам полезны ежедневно, то есть, это и ежедневники, и какие-нибудь там диеты, в случае, если вы там занимаетесь фитнесом, и куча приложений, там, ресторанов, кафе, там, такси, да всего. В общем, приложение сейчас, если оно удобное и оно классное, то есть, для вас, то оно в телефоне пользователя, то есть, в телефоне хорошего клиента, оно живет вечно. Ну, или до того, как телефон умрет, потом оно перейдет в другой телефон. То есть, ну, в любом случае, приложение сейчас это очень круто и очень долго. Далее, интерактивность, взаимодействие с пользователем. На сайте мобильном написано «средняя», но на мобильном приложении, даже в 2012 году, это была отличная интерактивность. Опросы, статистика, возможность в один клик позвонить, заказать продукт, все очень понятно, на экране. Другой держит телефон, вы большим пальцем можете сделать все операции, которые вам нужны. И это действительно такая прям игра для человека. Удобство при регулярном использовании. Ну, в принципе, как и интерактивность, тоже мобильный сайт довольно средний. Что? Что значит средний? Регулярно, вот кто выходит со смартфонов в интернет? Мы с вами пользуемся, окей, Google, мы с вами пользуемся, там, не знаю, социальными сетями, практически, там, Google, может быть. И это все мы пользуемся новостными приложениями. Какими сайтами мы пользуемся? Сейчас уже никакими. Какое ежедневное использование? Регулярное, тем более. Да, ну, естественно, приложение для этого более чем подходит. Оно для этого и заточено. То же самое, персонализация. То есть средний, мобильный сайт больше нацелен на сервис, чем на пользователя. И обратная ситуация уже в 2012 году была с мобильными приложениями. Мобильное приложение очень хорошо оптимизировано, то есть персонализировано. Приложение больше нацелено на индивидуального пользователя, чем мобильный сайт. Потому что, ну, мобильное приложение сделано в первую очередь для того, чтобы клиенту было удобно. Ну, вы видите сейчас, то есть мы с вами уже проговорили цифру, что продано больше 12 миллиардов смартфонов. Сейчас в интернете создана уже полтора, правильно говорю, да, цифра? Да, полтора миллиарда сайтов. Причем это, по-моему, практически точная цифра, то есть она может быть даже чуть больше на сегодняшний момент. Да, ну, скорее всего, даже больше. Поэтому, если мы с вами говорим про иксап, то это действительно мощное решение задачи создания приложения для любого бизнеса. И сейчас мы перешли на сайт экзап, и экзап предлагает вам при создании приложения сделать это быстро, потому что это проходит буквально в 2-3 клика до демонстрационной версии, и вы можете уже попробовать ее на вашем смартфоне, посмотри, как она работает. Создается она очень просто, то есть экзап максимально адаптирован под простого пользователя, то есть под человека такого, как Анастасия, который пользуется в основном социальными сетями, да, то есть шедеврально ими пользуется, то есть просто маг-волшебник в этом деле, но очень слабо разбирается в программировании. Управление. Это еще одна фишка в экзап, это не просто платформа для создания приложений. Это прям полноценный комплекс, сервис. То есть когда вы создаете мобильное приложение на экзап, вы получаете себе в помощь админку, то есть пульт управления вашим приложением. Это раз. И второе, статистика. Важнейший инструмент в любом бизнесе, это статистика, считывание статистики с вашего бизнеса. Подробнейшая статистика прямо вот, прямо внутри. Да, и естественно, это размещение сразу на двух платформах. Это и ИС, и Андроид, и вы сразу на этих двух платформах публикуетесь. Вам не нужно дополнительно платить деньги за создание приложений на Андроиде или на ИС. Это сразу в комплексе вы это получаете. Другой момент очень важный. С одной стороны, вы задействуете несколько видов реклам. Вы у человека находитесь на телефоне, он постоянно вас видит у себя на главной странице своего телефона. Это такой имиджевый инструмент. Когда у него всплывает в голове, что ему нужен хороший юрист, он вспоминает про вас. Когда ему нужно поделиться вами, то есть визитку он может не найти, контакт, телефон может поменяться. Но он может зайти в ваше приложение, нажать на кнопочку «Поделиться» и отправить в любое приложение или в контактную книжку, смс-кой ваши контакты, контакты вашего приложения, ваш телефон. Отправить вашу информацию, то есть рассказать про вас, оставить отзыв про вас в соцсетях в один клик. Это очень удобно. То есть сарафанное радио с приложением упрощается. Этот процесс ускоряется передачей вас из руки в руки. В другой момент, если мы говорим про входящий трафик, если вы его цепляете на мобильное приложение, то получается, что вы и сделку саму закроете быстрее, потому что в приложении вы можете сделать дорожку для принятия решения. И с другой стороны, вы еще можете работать пуш-уведомлениями, и это позволит вам выстроить отношения с вашими клиентами. И это как раз и показывает то, что этот инструмент, если мы говорим с вами про рекламу, про закрепление отношений с вашими клиентами, это самый эффективный инструмент, который вообще можно было себе представить. Все ссылки, которые вы сегодня видели, вся информация, которую мы сегодня озвучивали, мы опубликуем под этим роликом. Вы сможете перейти, посмотреть, почитать. Контакты, естественно, тоже будут под роликом Сергея и Мэй. Да, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на колокольчик, чтобы получать обновление канала прям сразу в момент. И до новых встреч!